Всем привет, друзья! С вами я, Флэш Геймс. И как вы уже поняли, наверное, по названию видеоролика, я вам буду показывать лучший гибрид с Месси и Роналду в одном составе. Так как мы все знаем, что Роналду перешел в Ювентус и играет за другую лигу, теперь они больше не будут друг другу давать линк, и из-за этого у многих людей, кто хотел поставить их в основной состав, могут возникнуть проблемы. Как же их поставить в один состав? Ведь они не линкуются, и сделать максимальную сыгранность не получится. И специально для таких людей я хочу вам показать лучший гибрид с этими парнями в одном составе. В общем, чуваки, давайте я вам буду показывать по порядку, по каждую позицию, чтобы было намного интереснее, и вот цену, и так далее, я буду все подробно вам объяснять. Итак, друзья, начнем, наверное, мы в первую очередь со схемы. Схема у нас будет 3-5-1-1. Вот она справа, крайняя. Ну, я думаю, вы и так до меня, наверное, знали, что именно эту схему я буду использовать. Так как Месси у нас играет на ЦФДшнике, вот так вот. Из-за этого надо использовать именно эту схему. Но можно было, конечно, взять его информ-карточку 92 на позиции нападающего и сделать там с двумя нападающими. Но я решил использовать Месси ЦФДшного. Итак, друзья, начнем с линии нападения. На центральном нападающем у нас стоит, как вы уже, наверное, знаете, Криштиану Роналду. Вот такая вот карточка его. Ну, эту карточку, наверное, имеют не все, но я имею ее, честно сказать, на Тоти-карточку и так далее у меня денег, монеток, почти. Ну, в данный момент нет, но и эта карточка неплохая, 90 рейтинг, с густами 95. Дальше у нас такой небольшой нежданчик Тоти Месси, да. Тоти Месси, это вот этого парня я вот взял. Долго думал, кого же взять, 93-го или 6-го. Но все-таки Месси и Роналду иметь в составе мечтает, наверное, каждый. Так что вот этого парня я взял в свою основу. Месси 96. Купил я его за 10 с лишним миллионов. Ну, такое дорогое удовольствие, так скажем. Следующая позиция, друзья, у нас центральный полузащитник. И здесь, я думаю, как вы все догадались уже, наверное, у нас стоит Паула Дебала, рейтинг 80, тоже бесплатная карточка, как и Роналду. Дается она за, по-моему, полторы тысячи жетонов лиги. У всех, наверное, она уже есть. И вот он будет, наверное, идеальным тем, кто... Идеальной карточкой, которая будет линковаться и с Месси и Роналду. Не знаю даже, кто может ее лучше заменить Дебалу здесь, чтобы он и линковался и с Месси и Роналду. Так что вот этот парень, я думаю, самое лучшее решение на центральном полузащитнике. Дальше мы переходим к левому полузащитнику. И да, чуть-чуть, конечно, странный выбор. Но все равно Александр Каларов, рейтинг 82 у него изначальная. Стоит она не особо дорого, не знаю, в районе 300к, наверное, но она мне выпала в каком-то там паке, уже не помню. В общем, бусты отличные, все четко. И эта позиция, я могу сказать, кем даже ее заменить лучше на этой позиции. Просто у меня монет нету, а когда монеты появятся, я, естественно, его заменю. Это Дуглас Коста, тоже информ с рейтингом 85. Так что, у кого есть, могут покупать Дугласа Косту, а у кого нету, и Каларов тоже очень неплохой. Ну а на правом полузащитнике у нас будет стоять Гаррет Бейл с рейтингом 88. Его Тотти-карточка имеет потрясающую скорость, и стоит она где-то около полутора миллионов монет. Ну а мы плавно переходим к опорной зоне. И слева в опорке у нас будет играть такая, так скажем, самая сомнительная позиция нашей команде. Это Даниэль Деросси с рейтингом 84. Его можно бесплатно забрать, выполняя события герои команды. И если у кого есть лямов полтора-два, могут купить себе Стивена Нзонзи с рейтингом 90. Я планирую так и сделать. Вот сейчас прям уже начал на него копить. Так что, друзья, вот так вот. А справа в опорной зоне у нас играет, друзья, Карлос Казимиро. Его информ-карточка с рейтингом 87. Тоже отличная карточка. Прекрасная защита и физподготовка. Передачи, все на уровне. И отлично линкуется с этим Гаррет Бейлом и с бразильцами. Все отлично, все четко. И вот его я ставлю. Стоит она примерно полтора миллиона монет. Ну а мы переходим к защитной линии. Три защитника. И первый у нас Габриэль Паулиста. Да, я думаю, некоторые из вас даже не знают, кто это такой. Но есть такой чувак. Лига-чемпионская карточка. Изначально с рейтингом 82. Идеально сюда она заходит просто. Ну, просто без него никак, так скажем. Линкуется тоже нормально. Не очень хорошо, конечно, но нормально. Мне нужны были бразильцы из Ла Лиги. Ну, кроме этого парня, там практически больше и никого нету. Стоит она порядка 700 тысяч, по-моему. Ну, такая немножко дорогая карта. Ну, где-то, да, 600-700К она стоит. В центре защиты у нас играет Тиаго Силва. Игрок PSG. Линкуется отлично с бразильцами. С защитой, посмотрите, 96. Его Тотти карточка с рейтингом, опять-таки, 88, как и у Бейла. И что могу сказать? Просто отличный выбор в центре. Прям в центре защиты он у нас играет. Стоит он примерно тоже, да, миллионов, полтора максимум. Точно уже не помню. Лям 200, лям 500. И последний защитник в нашей команде – это у нас Фабиньо. Да, он ЦОП, но он как-то, я не знаю, получил карточку на центральном защитнике. Его информ-карточка. Получил он ее еще, по-моему, недельки-две назад. Но вышла в продажу на рынке. Она вот только сегодня, вчера ночью. Да, в 10 часов ночи вчера вышла. И вот этот паренек у нас будет штамповать защиту. Стоит она очень дешево. За 450 тысяч, по-моему, я ее приобрел. Очень дешевая карточка и очень годная. И вратарь. Вратарь у нас Алисон Беккер. Этот вот прекрасный просто галкипер. Посмотрите на его статы. 80 плюс точно уже все есть. Если физподготовку не считать, все 86 плюс. Вы про позиции 93. Рефлексы 93. Выбивание 96. Просто отлично линкуется с Фабиньо, с бразильцами, даже с командой года. И вот эти карточки с рейтингом 86. Просто отличный игрок в нашей команде. И стоит она порядка лям 600 или лям 800 вот в этой сумме. Ну, не доходя до 2 миллионов. В общем, друзья, вот так вот выглядит у нас весь состав. Так сказать, улучшать есть что. Например, Дероси, Каларов, вот этих пареньков я хочу убрать с его состава, поставить на их смену еще лучше. Дугласа Косту и Стивена Нзонзи. Ну, а рейтинг 93. Не сказать, что это слишком много. И сыгранность 120. В общем, друзья, я сегодня показал вам, как загибридить Месси и Роналду в одном составе. Если вам понравился видеоролик, можете поставить лайк. Будет приятно. Подписаться на канал. И оставить приятный комментарий. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok